Это программа «Здоровье. Полчаса полезной информации». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Арт-терапия — это связующая нить между сознанием и подсознанием. Такой своеобразный мостик из души в мозг. Ведь большинство наших проблем не на сознательном уровне, а значительно глубже. Поэтому их так непросто искоренить медикаментозно и словесно. А вот на уровне образов, метафор, искусства как раз можно. Как отдельное и очень перспективное направление, арт-терапия возникла сравнительно недавно, уже в 20-м столетии. Она появилась на стыке искусства и психологии. И сейчас завоевывает все большую популярность. «Лечение искусством» — тема нашей сегодняшней программы. А в гостях у нас Ольга Лелюкова, семейный психолог, арт-терапевт. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Что такое арт-терапия? Наверное, я хотела задать вам такой вопрос. Но вопрос достаточно общий. Попытаетесь ответить? Конечно. Арт-терапия сегодня — это такой вид психотерапевтической помощи, который, безусловно, вызывает сомнения у многих людей, как среди психологов, психотерапевтов, так и среди клиентов. Потому что много-много лет, когда клиенту оказывается помощь, считается ведущей психоаналитика, так как ее прародитель Зигмунд Фрейд. И многие последователи создавали свои направления. И вот, в частности, арт-терапия и песочная терапия, о которой мы сегодня поговорим, ее прародителем были последователи Юнга. А Юнг в свое время был учительом Зигмунда, учеником Зигмунда Фрейда. И арт-терапевтический подход в узком понятии включает в себя именно изобразительное искусство. Я совсем недавно услышала такую формулировку, то есть есть арт-терапия и есть арт-терапия. Эта разница заключается в том, что изначально она возникла как помощь клиенту при помощи искусства, рисования и излечения, помощь душе происходила при помощи красок кисти. На сегодняшний день арт-терапия включает в себя множество направлений. И это такие направления, как музыкальная терапия, мандалотерапия, песочная терапия, глинотерапия, тестопластика. Вы уж меня, пожалуйста, простите, но сегодня на самом деле модно различные, скажем так, ремесла. Модно варить мыло, клеить какие-то штучки из бумаги, что-то делать руками. И сейчас вот вы называете это терапией, но у вас нет медикаментов, у вас нет хирургических инструментов, у вас ничего нет. Как можно лечить этим? Терапия не называется лечением. И не случайно я применила слово исцеление, потому что все, что как раз находится у нас в подсознании, с чего мы начали, оно недоступно сознанию. То есть мозг так устроен, что он скрывает определенную часть, он скрывает детские воспоминания, он сильно закрывает травматичную, травмированную часть. Все, что у нас болит или беспокоит, чтобы продолжать жить, наша физиология это начинает закрывать. Я буду стараться говорить языком, понятным для всех, а не психологическими терминами, потому что каждый клиент, который слышит, о чем это, и человек вообще должен понимать, как это работает. И здесь нет таблетки, которая снимет температуру или снимет какой-то симптом. Если у человека есть внутренняя боль, есть душевная боль, или есть сильный страх, или есть сильная тревога, как у детей очень часто обращаются ко мне с тем, что дети во время развода перестают учиться, или во время семейного конфликта они становятся невыносимыми, колючими, скандальными. Это как раз и есть эффект, когда не помогает никакая медицинская помощь. Да, если только не заглушить уже окончательно все таблетками, что не есть хорошо. Тогда закрывается и развивающаяся часть, то есть человеческая часть, которая, в частности, в ребенке должна развиваться при всех событиях, которые с ним происходят. И для этого в этом инструментарии используются не просто какие-то предметы, либо рукотворные подделки. Арт-терапия обязательно сопровождается словесными вопросами, осознаваниями. И этим она отличается от любого подделочного материала, потому что это помощь терапевта, задачи терапевта, направить клиента, задать ему такой вопрос, который поможет ему ответить для самого себя. Вот мы уже сказали с вами, что арт-терапия возникла на стыке психологии и искусства. Кто такой арт-терапевт? Любой человек, наверное, может так назваться, освоить какой-то вид искусства. И арт-терапевтам сегодня никто не выдаст диплома, в котором будет написано арт-терапевт. Но есть понятие сертифицированный арт-терапевт. Это специалист, помогающий профессии, психолог с базовым образованием, клинического психолога. Я знаю многих психиатров, кто получают как инструментарий арт-терапию. Это достаточно большое количество часов, которые при обучении получает специалист и после этого применяет их в своей практике. По сути, такой человек называется арт-терапевтом, а не только тот, который научился рисовать или лепить из глины. Это не про арт-терапию. Это, конечно, может помочь любому человеку для самоисцеления и для его близких, но это не будет терапевтическая помощь. Кто чаще всего обращается к помощи арт-терапии? Ну, лично моя терапевтическая практика началась с основного акцента на детях, потому что вообще мне тема помощи детей очень близка. И я намеренно изучала и обучалась инструментам, которые можно использовать с детьми от 6 лет. А кто приводит детей? Детей приводят родители. Детей направляют учителя, детей направляют педиатры, которые по анализам и по анамнезу абсолютно здоровы, но при этом родители не могут справляться с какими-то ситуациями. И кроме того, сегодня рекомендовано, если с ребенком что-то происходит, либо ввести ребенка к психологу, либо к психиатру. И вот в первую очередь, конечно, родители обращаются к психологу, после этого становится понятно, как можно выстроить работу. И особенность моей работы в частности, это тоже довольно спорный вопрос сегодня, в том, что всегда, когда я начинаю работать с детками, я говорю родителям, что ребенок — это часть семейной системы. И все, что он сейчас вам и мне транслирует, — это проблема, которая скрыта в семье. Поэтому мы начинаем работать постепенно с семьей, с родителями, вместе, либо поочередно индивидуально. Поэтому, наверное, родители с опаской к вам приводят детей. Никто не хочет свои проблемы выкладывать. Но зато это возможность роста и изменения в семье, улучшения, хотя последствия улучшений бывают разные. Хорошо, Ольга, все-таки давайте попробуем предметно поговорить про песочную терапию. Я вижу сейчас на нашем столе то, что, ну, однозначно заинтересует детей, поиграть здесь, поставить всякие фигурки, наверное, здорово. На самом деле, как же это работает? Наверное, не случайно мы вспомнили про игру. Одна из книг, которую я считаю великолепно написана о песочной терапии, она принадлежит автору Галины Эль. Она тоже здравствует и живет в Санкт-Петербурге. Это песочный терапевт, и ее книга называется «Человек, играющий в песок», потому что у всего, у этих символов есть очень глубокие корни. И в частности, песочница, которая вот сейчас перед нами, она имеет голубую внутренность и символизирует собой поле жизни человека. Если бортик голубой – это воздух, земля – это песок, который находится в песочнице. И если вы разгребете песочек в середине, посильнее, то это будет вода. И это все то, что у нас в окружающем мире мы имеем. И все предметы, чем больше коллекция, привезти я смогла, конечно, не всю коллекцию, тем больше у нас вероятности того, что клиент бессознательно выбирает ту фигурку, которая сейчас ему актуальна. Ну хорошо, все это интересно, но а конкретно вот что с чем и как получить результат? Через какими проблемами? Ну вот я для начала тогда покажу вот такую картиночку. То есть здесь изображена первая картинка и вторая. На первой картинке – это работа со страхом, где клиент выставляет просто два символа своего страха. И вторая финальная картина – это результат уже ни одной сессии работы с клиентом, когда картина гармонизируется, и страх может быть использован как ресурс, как опора. Или, к примеру, когда находится клиент в длительной терапии, бывают разные клиенты, бывает достаточно одной сессии для клиента, чтобы он построил свой мир на песочнице. Бывает запрос очень глубокий, и клиент не сразу готов его прорабатывать. И тогда мы используем несколько сессий, которые клиент простраивает. Кроме того, я использую, у меня интегративный подход, я использую разные способы арт-терапии, то есть на разных сессиях работы с клиентом, я работаю не только с песочницей, а комплексно, в зависимости от запроса клиента. Или, к примеру, вот эта картинка, на которой также работа первая изначальная одной сессии и ее завершение о том, как клиент уже чувствует себя, изменив символы на более благополучные. По картинке, в первую очередь, можно понять, где расположены, то есть каждый песочный терапевт, он знает, как делится песочное поле, и у песочного поля есть значения, левая, правая сторона, нижняя, средняя, то есть я не буду сейчас целиком все это описывать. А вы можете конкретно вот этот пример прокомментировать? Здесь конкретно, например, молодая девушка, 22-летняя, она себя выбрала как элемент, как предмет вот этого маленького ребеночка, маленькую куколку. И ее запрос состоял в том, что у нее очень непростые отношения с отцом, ей сложно жить, она живет, продолжает жить с родителями, недавно закончила вуз, и поэтому никак не может разрешить свою ситуацию сепарации с родителями. При этом описывает отца как жестокого, как человека, который не дает ей права выбора, и в результате отца здесь, в данной картине, символизирует вот этот небольшой скелет. И в завершении картины, когда для девушки важно было определиться в своей жизни дальнейшей, перестроение картины приводит к тому, что посредством помогающих вопросов клиент может, ну, в частности, вот эта девушка может перенаправить свою энергию и свое внимание на свои собственные аспекты жизни и, исходя из этого, разбираться со своей жизнью. Мы не можем решить за то, как жить нашим близким, родителям или детям. Мы можем разрешить только свою собственную ситуацию и отвечать только на свои вопросы, в том числе посредством песочной терапии. Самое важное – фокусироваться на своих задачах. И вот еще один пример очень интересный. Он интересен тем, что это, в частности, касается ситуации с детьми, так как я работаю с приемными детьми, с детьми-сиротами, и часто задают приемные родители вопрос, нужно ли говорить детям о том, что они приемные, в каком возрасте им говорить. Независимо от того, сейчас уже известно, вернее, что нужно говорить, и чем раньше это говорится, тем лучше, потому что ребенок менее болезненно тогда это воспринимает. И вот эта картина – пример того, когда долго сохранялась тайна. То есть когда у девочки уже начался предпоберта, то есть 12 лет, и начались сложности с учебой, с ровесниками, она стала очень резкой, скандальной. Родители привели ее к терапевту для того, чтобы диагностировать, что происходит. Девочка выстроила вот такую интересную картину. То есть в середине телефон, вокруг денежные купюры, и себя она обозначила вот этой куколкой, которая обозначена красным кружочком. Когда ребенок выстроил такую очень своеобразную картину, то были приглашены родители, и выяснено, что ребенок… Изначально родители не озвучили, что это приемный ребенок. И когда это вот вследствие этого было выяснено, был интересный факт обнаружен, который ребенок не мог знать, что усыновление ребенка произошло прямо в роддоме. Вследствие того, что мама потеряла своего ребенка, и она считала невозможным выйти из роддома одна, и когда происходили все процедуры, чтобы их ускорить, тогда были на самом деле заплачены деньги, и ребенок до сих пор не знает, что он усыновленный. Ну и как рекомендацию впоследствии было для родителей рекомендовано в первую очередь найти контакт, найти возможность родителям рассказать ребенку историю его появления. Потому что в таком случае семейная система выравнивается, и многие проблемы снимаются. Хотя это драматично, это тяжело, это очень переживательно, но таким образом мы помогаем внутри системы выстроить доверие и искренность этого основы семейных взаимоотношений. Ну, на самом деле очень сложно все это постичь, то, что вы говорите, и очень сложно в это поверить, потому что, ну, если я сейчас озвучу вам, например, какой-то запрос и что-то поставлю здесь, какие-то фигурки, мне трудно представить, что дальше, что это может дать в конечном итоге. Ну, именно для этого мы можем это и сделать, потому что только прожив тот опыт, о котором я рассказываю, на себе, мы можем понять, как это работает. И для этого существуют мастер-классы, для этого существует возможность пощупать и попробовать арт-терапию на себе, и групповые мастер-классы, индивидуальные. И для этого всего лишь навсего нам потребуется для начала сформулировать запрос, с чем мы хотим поработать. Я не думаю, конечно, что у нас есть возможность все время как-то серьезно поработать, но, например, могли бы вы мне помочь справиться с тревожностью, с ожиданием того, что что-то должно произойти негативно окрашенное? Общее состояние тревожности. Ну, скажем так, да. Ну, я для этого предложу такую небольшую практику, то есть мы, чтобы она не затянулась надолго, я предложу выбрать из этого комплекта фигур. Какая цифра больше нравится? 5-7. От 5 до 7. Да, давайте 5 тогда. Выбрать 5-7 фигур и расположить их на песочном поле. Эти фигуры я должна подумать? Не нужно думать. Или просто вот... Позвольте себе и своему бессознательному просто выбрать 5 фигур. Сначала их выбрать, а затем расположить на песочном поле. Три. Четыре. Ну, не знаю. Мне кажется, это абсолютно все... Не может иметь никакого объяснения. Угу. Так. Вот. Хорошо. Какие выводы вы сделаете из этого? Я в первую очередь задам вопрос. Есть ли здесь фигура, которая символизирует вас? Какая из фигур может быть? Да, вот это кто? Вот мне понравилось, что рыжий с хвостиком. Это или белка, или лиса, я не очень понимаю. Белка? Ну, вот, наверное, да. То есть, да, скорее всего, вот это я. Угу. И тогда я попрошу немножечко описать те фигуры, которые вы поставили. Что они для вас значат? Вот этот львенок – это что-то такое милое, беззащитное, приятное. Орел, ну, наверное, какая-то угроза. А это я выбрала просто как женщина. Мне понравилось блестящее, красивое. Ключ, честно говоря, не знаю, почему я его вообще взяла и почему я его положила. Ну, тогда начнем с того, что я уже говорила, то есть, вся песочница делится на определенные зоны. И если мы соотносим это с тревогой, то как бы вы сейчас определили степень тревожности, то есть, какая из фигур наибольшую тревогу вызывает, опасность, тревогу? Вот, как мне кажется, что вот этот львенок подвергается угрозе со стороны вот этой большой хищной птицы, а белка бежит, ну, не знаю, предупредить, помочь как-то. Помочь львенку? Наверное, так. По-моему, бред полный. Ну, почему бред? Мы говорим то, что нам приходит в первую очередь ассоциативно. Да, у нас есть бессознательно, в котором очень много архетипов скрыто. Мы о них не думаем в каждодневной жизни. И, в частности, белка находится в материнском углу. Да, то есть, это часть, которая характеризует материнскую часть. Сама по себе белка является символом вот то, что у нас принято в такой поговорке, как белка в колесе. Да. Как белка в колесе. То есть, вроде бы, случайные, не случайности такие. Можно ли говорить о том, что жизнь, которая сейчас у вас происходит, какая-то ситуация, вы чувствуете себя, как белка в колесе? Определенно. То есть, что такое, как белка в колесе для вас? Саму метафору прокомментировать. Постоянно в движении, постоянно в какой-то нагрузке. Нет возможности остановиться, отдохнуть, выдохнуть. Суета? Суета. Это приносит результаты. Это результативно такое количество суеты? Думаю, нет. Нет. И при этом она снова бежит кого-то спасать, по вашему описанию. Да. Маленький львенок. Львенок – это из разряда хищных животных. Или у вас какая-то другая есть ассоциация? Не знаю, у меня он вот какой-то милый беззащитный. Милый львенок, да? Это не котенок, это, ну, это там такое животное, которое… Ну, ближе к котенку, да? Котенок такой, который царем потом становится животным. И угроза, которая исходит, она как раз из той же части, нижняя часть – это о телесности, и о движении, и о действиях. И орел – это достаточно решительная птица, да? Немножечко об орле. Можно рассказать в ассоциациях? Что это за птица? Я не знаю, это что-то на самом деле тревожное, и это какая-то угроза определённая. А ещё какие-то ассоциации с самой птицей, с самой фигурой? Что это может быть? Что в первую очередь, глядя на птицу, у вас вызывает? Какие мысли вызывает? В природе что из себя представляет орёл? Стремительная, хищная, злобная птица. Хотя, конечно, она не злобная, но это моя ассоциация. И её хищная, да? То есть мы ассоциируем, если хищная, это агрессивная. Хищная и агрессивная, конечно. Это что-то злобная. И она реально нацелена своим взглядом на центр. Центр, как и везде, это я, центр моей картины. Если беззащитность в моей картине мира, то есть в вашей картине мира, это беззащитность в центре, не какая-то сильная фигура, не ресурсная фигура, то я бы задала вопрос, а какой может быть ресурс у вас в жизни, в вашей беззащитности? Состояние ребёнка. Львёнок — это состояние ребёнка. То есть это ещё не лев и не львица. Это что-то маленькое, это что-то, то, что нуждается в поддержке. Какой в этом может быть ресурс? Какой может быть опора? В том, что мы сейчас говорим, что жизнь очень быстротечная, суетливая, как белка в колесе. Очень много всего нужно сделать, но не хватает. Тревога — это про то, что у меня нет опоры. Взрослый человек тревожится, когда он что-то не выполнен, у него не выполнены обязательства, не выполнены планы какие-то. То есть нехватка какого-то ресурса. Времени. Времени. Может быть, отдыха. Может быть, непосредственности. Может быть, отдыха. Определённо. Ольга, я, наверное, вынуждена наш этот процесс остановить, поскольку мы ограничены рамками эфирного времени. Но я поражена, потому что мне казалось, что я совершенно бессистемно из головы что-то тут сделала, когда мы сейчас разбираем. Но это на самом деле всё соответствует действительности. Поэтому мы заканчиваем. Я бы хотела завершить очень интересным моментом. Ключ, который лежит, он лежит в половине отца. И, возможно, если бы мы работали дальше как с клиентом, с вами, то я бы вам посоветовала использовать этот ключ. То есть это какая-то отцовская сила, какая-то опора, которая, возможно, сейчас в жизни не задействована. И уже вся вот эта картина, которая есть, она во многом про то, что, несмотря на тревогу, в жизни присутствует то, на что можно опереться и использовать. Очень волнительно продолжать дальше эфир. Эфир, наверное, для людей это непросто, да, вынуть всё вот так вот из себя. Ну и в завершении скажите, пожалуйста, какое время требуется на исцеление отдельно взятого человека? Как быстро это может произойти? Нет таких рамок, потому что исцеление происходит изнутри. И есть люди, которые приходят для того, чтобы чуть-чуть поменять ракурс взгляда на свою жизнь, есть люди и дети с трагической судьбой, есть страшные истории, которые, я всегда говорю, режиссёры даже ещё такого сценария не придумали, а жизнь их преподносит. И сколько времени потребуется человеку, это по внутреннему ощущению. Я лишь предлагаю инструмент клиенту, которому будет способствовать стабилизация, будет способствовать эмоциональное наполнение. Для детей очень важно дореагировать, какую-то боль, какое-то переживание, ну, впрочем, как и взрослым. То есть это та часть, что человек сейчас готов унести с собой. Ему просто нужно выплеснуть свои эмоции, или просто нужно расслабиться, или нужно, пережив свою боль, снова глоток воздуха вздохнуть. И в каком количестве это происходит? В среднем, если я говорю родителям о детях, это 7-10 сессий с периодичностью раз в неделю. Человек может потом возвращаться, могут быть обострениями, изменяется жизнь, и всё изменяется. Если это взрослый человек, то я также говорю, в зависимости от глубины травмы либо ситуации, с которой мы работаем, от 5 и более сессий. Но не стараюсь, чтобы человек попадал в зависимость или был привязан к этой терапии, потому что очень важно, чтобы человек находился в состоянии баланса и находил этот баланс самостоятельно. Искушение подсесть велико. У меня, во всяком случае, уже процесс начался. Ольга, спасибо огромное за то, что вы приехали к нам в студию. Итак, для чего нужно обязательно разбираться со своим внутренним дискомфортом? Ведь невысказанные вслух мысли и опасения, непроработанные страхи ведут к тому, что страдает не только наша психика и душа, но и наше тело. И таким образом появляются психосоматические болезни и невротические расстройства. Выплескивая на бумагу, на песок весь негатив, который накопился внутри, человек помогает себе очиститься и исцелиться. Я еще раз благодарю Ольгу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова